Почему мы часто не заканчиваем дела? Бывает так, что загоревшись какой-то идеей, мы в принципе энтузиазмом прикладываем массу сил в начале проекта, но к середине сдуваемся и переключаемся с тем же ревением на новый проект. Какие есть хитрости, чтобы заставить мозг заделывать дела? Мы любим новизну. Новизна создает разные приятные ощущения. И мы от рутины, нам становится скучно. Нам становится скучно от необходимости, ну не скучно, а мы сопротивляемся необходимости прикладывать усилия. А когда вы что-то начали делать, вы находитесь просто под впечатлением. А потом с этим что-то надо дальше делать. Это как купить собаку. Это впечатление, вот это. А дальше она писается, надо ее учить на улицу ходить, ест как-то неприлично и так далее. И в этот момент, ну это та же самая собака, но она требует больших усилий. Требует больших усилий, мы говорим, спасибо большое, давайте. Но если вы хотите дрессированную собаку, если вы хотите, чтобы у вас постоянно были щенята, вы идете в зоомагазин работать. У вас там постоянно вам привозят щенята, вы в полном объеме их распространяете. Но если вы хотите дрессированную собаку, ну нужно будет усилия предпринять. И именно в этот момент не становится ничего понятно, зачем мне дрессированная собака. Тем более, что в зоосаде опять появились новые щенята. Поэтому я думаю, что здесь в целом понятна логика. Как заставить себя доделывать? Ну, понятно, что заставить себя очень сложно. Заставить себя, ну надо для этого иметь внешние и внутренние обстоятельства, которые друг с другом еще сойдутся. Если у вас все в жизни благополучно, и вы не зависите от результатов того, что вы делаете, то в целом вы можете... Нету обстоятельств, которые вас будут понуждать. Но если вы что-то поделаете через какой-то время, дальше вы оказываетесь уже в механизме. Мне показывали, а дыль как плакала. Я не понимаю, а дыль... Я знаю одну из Skyfall. Skyfall. Это мне нравится. А дальше у нее есть какие-то... Ну, другие песни. Я не понимаю их. Вот. И, значит... И тут, наверное, она записывает видео, плачет. Так меня подвели, там, то все, пятое-десятое. Я вижу истероидной психопатии просто. Ну, реально, она похудела, обозлилась, истероидная психопатия обострилась. Вот. А она просто... Ей надо в шоу выйти и не облажаться. Снова стать суперзвездой. Очень сложно стать суперзвездой в 21 год. И потом стать снова суперзвездой, когда тебе сколько-то там... Она все годами мерит. Я не знаю, сколько лет. Вот. И я говорю, врет. Ну, я по-другому сказал. Вот. Да. И потом выясняется, там, они говорят, что все было готово, она просто не смогла себя заставить выйти. Такой ужас от того, что она облажается. Что не будет того же эффекта, который она поняла. Она говорит, мы не успели, тут ковид, там, то есть, пятое-десятое. Все, понимаете, оно все происходит. Ходячие мертвецы вышел следующий сезон, понимаете. Там, и все. А она не может. Ну, смешно. Вот. Понятно, дурит. Вот. Но я просто рассказываю, что в какой-то... Вы сначала когда делаете, вы можете... А потом вы оказываетесь уже в какой-то истории, вы уже дальше не можете чего-то не делать. Потому что иначе будет что-то... Вот. Поэтому лучший способ, это сначала, конечно, где-то оказаться под воздействием каких-то обстоятельств. Вот. А потом, благодаря тому, что вы там окажетесь, оно у вас будет дальше, следующее, следующее ваше... Ваше действие будет приводить к тому, что на вас еще будет... Самое большое давление обстоятельств на кого? Ну, вы представьте, какого-нибудь лидера страны, хоть Зеленского, хоть Владимира Владимировича, хоть Байдена. И задумайтесь на секунду степень давления, которое они испытывают. Ну, как бы, там лишь... Как бы не то, что жест сделать какой-то, понимаете? Это, ну, как бы, вот это... Это ты просто под такой вот стоишь лупой, и в какой-то момент, оно в любой момент, свет может пройти и так, пшшшш, тебя сделать. Ну, вот. Вот, они очень стараются. Байден уже еле движется, но держится просто... Молодец! Вот. 80 лет. Я так не смогу. Продолжение следует...